Всем привет! Я очень рада приветствовать всех вас на моем YouTube-канале. До Нового года осталось всего несколько дней, и я думаю, что сейчас самое время снять для вас небольшое видео с новогодним, с праздничным макияжем, который я сегодня буду делать, используя по максимуму те последние продукты и средства декоративной косметики, которые я привезла из своих последних поездок. Это какие-то рождественские лимитки, это какие-то рождественские подарочные наборы, и буду вам сейчас рассказывать, все показывать, и давайте вместе с вами сделаем вот такой вот праздничный легкий новогодний макияж. Так, если мы говорим с вами про праздничный макияж, то он в первую очередь, безусловно, должен быть стойким, чтобы вы оставались красавицей до утра в течение всего праздничного вечера. Второе, он должен выглядеть достаточно натурально, чтобы люди, окружающие вас, все-таки не видели многослойность косметики на вашем лице. И в третью очередь, вы, конечно же, должны блестеть. В принципе, собственно, тренд в этом году на блестки, на такой активный глиттер, не только в одежде, но и в макияже. Поэтому сегодня мы с вами будем использовать вот такую вот роскошную рождественскую палетку от марки Бобби Браун, которая называется Киви и Джуби's Eyeshadow Palette. И мои новые средства от марки Шарлотт Тилбери, которые я совсем недавно привезла из своей поездки в Берлин. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Начинаем мы наш макияж с подготовки кожи. Первым этапом в данном случае будет вот этот вот Шарлотт Мэджик Крим. Это знаменитое средство от марки Шарлотт Тилбери. Это абсолютный бестселлер марки Шарлотт Тилбери. Я, естественно, не смогла пройти мимо набора бьюти-айконс от марки Шарлотт Тилбери, который я нашла в универмаге КДВ в Берлине. И данного крема надо совсем небольшое количество. Как меня уверили продавцы-консультанты, даже вот такой вот, это не полноразмерный размер, это половинка. Но даже такой баночки мне хватит очень-очень надолго. Я небольшое количество данного крема набираю пальчиком. И потом уже переношу на свою кожу. Это увлажняющий крем, который является прекрасной основой для макияжа, который будет вашу кожу очень-очень мягко подсвечивать, придавать ей сияние. И ваша кожа после нанесения данного крема, она будет выглядеть значительно более ухоженной, здоровой, молодой. Данный крем можно наносить под макияж, непосредственно Шарлотт Тилбери изобрела его как некую подготовку кожи именно к макияжу. Но также я уверена, что его совершенно легко можно использовать сопостоятельно, просто для того, чтобы иметь очень такой вот здоровый, ухоженный, светящийся вид. Итак, Magic Cream от Шарлотт Тилбери мы уже нанесли на мою кожу. И сейчас вторым этапом мы будем наносить еще одно средство также из набора Beauty Icons от Шарлотт Тилбери. Это крем Wonder Glow. Сейчас я попробую его показать, чтобы он вас не отсвечивал. Вот так вот он выглядит. Это тоже относительно малыш, он в объеме 15 миллилитров. Он также создан для того, чтобы очень красиво сияние нашей коже придавать. Я центральную часть его буду наносить поменьше, потому что, как я уже говорила, я являюсь счастливой обладательницей комбинированной кожи, которая у меня и так через какое-то время начнет блестеть и светиться. А вот на скулы, на боковинке лба я этот крем наношу и также пальчиками его аккуратненько распределяю. Теперь кожа выглядит максимально светящейся, свежей, отдохнувшей. И теперь мы можем уже приступить к нанесению нашей тональной основы. Не знаю, насколько видно в камеру, но вот кожа сейчас, правда, сияет, светится и выглядит значительно лучше, чем до нанесения данных средств. В качестве тональной основы я сегодня буду использовать вот такой вот саше. Это тональная основа от марки La Mer, которая называется The Soft Fluid Longwear Foundation. О данной тональной основе я слышала достаточно большое количество восторженных отзывов. И перед тем, как покупать полноразмерный продукт, так как данная тональная основа достаточно недешевая, я решила попробовать протестировать. Взяла несколько саше, тестирую уже во второй или в третий раз. И, честно говоря, остаюсь в восторге от этой тональной основы. Есть еще одно средство от марки La Mer, которое мне тоже очень-очень понравилось. Это новая пудра. Это новинка от марки La Mer. Это пудра для лица, которая также по отзывам является очень-очень классной. Ее очень хвалят, особенно обладательницы комбинированной и жирной кожи. Они говорят, что, в принципе, утреннего нанесения пудры достаточно для того, чтобы сохранить вашу кожу матовой в течение всего дня. Итак, данную тональную основу я тоже буду наносить пальчиками, потому что, как вы знаете, я все-таки люблю наносить подобные продукты пальчиками. В принципе, я пальчиками очень люблю работать на своем лице, во всяком случае, потому что мне кажется, что с помощью пальчиков я максимально хорошо смогу продукт распределить по коже. Плюс пальцы все-таки имеют температуру тела, и в отличие от кисти они нагревают продукт кремовый и позволяют ему еще более тонким слоем распределяться по вашей коже. Итак, тональную основу я на свое лицо уже нанесла. Ее очевидный плюс в том, что при правильном нанесении она абсолютно незаметна на вашей коже. Она достаточно неплохо перекрывает все проблемные участки, все неровности и все нюансы с неоднородным цветом. Плюс также особенность тональной основы La Mer в том, что помимо того, что это действительно тональная основа, это элемент декоративного макияжа, также это еще и, безусловно, уход за вашей кожей. Помимо того, что вы просто наносите тональную основу на свое лицо, вы одновременно еще и ухаживаете за вашей кожей, что тоже очень-очень немаловажно. Далее мы прорабатываем отдельные зоны нашего лица консилером. Я сейчас нанесу вот такой вот Photo Finish Hydrating Angei Primer под глазки. Его, конечно, надо было в идеале нанести под тональную основу, но я этот момент чуть-чуть упустила, поэтому аккуратненько нанесу сейчас, чтобы корректор у нас под глазки лег еще более тоненько и аккуратненько. Тонким-тонким слоем, пальчиками вот так вот аккуратно все распределяю. У корректора под глазки я наношу свой любимый Angei Primer Corrector от марки Becca и носогубную складочку проработаю Master Touch от марки Max Factor своим еще одним любимым консилером. Итак, как я уже говорила, сначала на пальчики немножечко согреваем и потом аккуратно наносим зону под глазками. Данный продукт можно наслаивать, он отлично наслаивается, собственно, в зависимости от того, насколько вы перед этим не выспались, насколько у вас действительно ярко выраженные присутствуют темные круги под глазами. Вы сами смотрите и наслаиваете данный продукт по мере надобности. С консилерами я закончила, и сейчас я хочу нанести кремовый хайлайтер на мое лицо. Это тоже Becca, это Fimerine Skin Perfector в оттенке Pearl. Это еще один потрясающий совершенно продукт, который очень классно использовать, если вы делаете так называемый No Makeup Makeup, когда вам совершенно не хочется, чтобы средства декоративной косметики были видны на вашем личке. Итак, мы делаем скулу, делаем под бровкой, делаем спинку носа и делаем галочку над верхней губой. И все это очень-очень аккуратно растушевываем. Как вы помните, кремовые текстуры мы наносим до припудривания. Все кремовые текстуры мы аккуратно наслаиваем до того, как на нашем лице появится пудра. Тогда они очень хорошо втушевываются друг в друга, смешиваются и смотрятся такой вот единой картиной на нашем личике. Мы, конечно, потом продублируем данный кремовый хайлайт и пудровым, более ярким выраженным, но пока мы вот, видите, очень такое вот мягкое, очень приятное сияние нашему личику уже придали. И, в принципе, если вы делаете такой вот очень естественный натуральный макияж, то вам данного хайлайтера будет просто более чем достаточно для того, чтобы вот ваша кожица вот так вот чудесно светилась. Далее, опять же, продолжая тему кремовых текстур, я предлагаю воспользоваться румянами. В данном случае это румяна от марки Шанель по оттенке Шамат. Совершенно потрясающий оттенок, он очень-очень яркий, я периодически вот подобные вещи очень люблю. Макияж, единственное, что не забывайте, что данные румяна, подобные яркие румяна, как правило, очень высокопигментированные, и вам нужно совсем чуть-чуть, чтобы не переборщить. Вот, я вот уже, наверное, взяла много, и сейчас я аккуратненько наношу их сюда и увожу чуть-чуть наверх. Это у нас такая техника дрейпинга, очень популярная в последнее время, когда мы, в принципе, делаем коррекцию лица с помощью румян. Мы не залезаем на яблочки, мы вводим вот сюда вот, вверх, и рисуем такую вот буковку С. Российскую. Аккуратненько перенося часть оттенка на боковинке нашего лба, и чуть-чуть, для того, чтобы цвет получился, немножечко, прям совсем чуть-чуть добавляем на подбородок и на краешек носа, чтобы наше лицо выглядело максимально натуральным и естественным. В принципе, я, как правило, когда делаю скулы, я всегда добавляю немножечко оттенка и на губы. В таком случае макияж будет смотреться максимально натуральным и органичным. Теперь самое время заняться нашими глазками. Мы будем делать какие-нибудь красивые смоки-ай, и для начала нам нужно нанести на века праймер специальный, для того, чтобы наши тени максимально хорошо растушевывались. Это знаменитый праймер от марки NARS, который называется Pro Prime Smart Proof Eyeshadow Base. Вот такой вот он. Я аккуратненько наношу и переношу с пальчиков на веки, тщательно растушевывая, для того, чтобы нам потом очень легко было растушевать наши тени на глазках. Итак, вот она, совершенно потрясающая палетка Cave and Juby's от марки Bobbi Brown. Вот так данная палетка выглядит внутри. Тут очень-очень красивые оттенки. Я, честно говоря, когда увидела, я, конечно, влюбилась в эту палетку, не смогла пройти мимо нее. Я думаю, что так как у нас макияж новогодний, праздничный, то мы будем использовать вот эту вот золотистую гамму, возможно, возьмем вот этот вот чуть потемнее оттеночек. Сейчас будем креативить и придумывать, и, безусловно, добавим вот этого вот глиттера, который находится в серединке. В качестве основы мы начнем с вот этого вот оттеночка, который называется Cool Gray Eyeshadow, и я нанесу его сейчас на все верхнее веко. Он будет такой прекрасной основой для нашего макияжа. И второй глазик точно так же. Я всегда глазки делаю сразу, симметрично. Кто-то делает сначала один глаз, потом полностью дублирует рисунок на втором глазу. Я делаю сразу оба глазика. Мне так работать нравится больше. И совсем немножечко оттенка добавляем вниз на наше нижнее веко, чтобы так же рисунок у нас с вами получился однородный на глазике. Мы берем вот этот вот оттенок темнее, который называется Witch, и делаем им уголочек и складочку верхнего века. Растягиваем наши глазки, прорисовываем складочку и выводим уголочек, затемняем, делая такие вот красивые смоки. Я использую ту же кисточку, потому что оттенки похожи, просто второй у нас темнее, чем первый, поэтому как раз, собственно, в данном случае кисточку менять необязательно. Итак, оттенок вот этот вот темный я уже нанесла и рисуночек продублировала на обоих глазках. И сейчас я возьму вот этот вот золотой, очень красивый, black... Нет, это у нас не black, план. Это golden beige metallic. А, cool grey, а не наоборот, извините. Golden beige metallic. И нанесу его на все подвижное веко, для того, чтобы оно у нас стало таким красиво золотым. Как вы видите, я опять же кисточку не меняю. Я просто втушевываю, наслаиваю данный оттенок. Он очень красиво сочетается с оттенком cool grey. Наши глазки начали очень красиво сиять. И немножечко опять делаем складочку и вытягиваем темным оттенком к вискам, растягивая визуально наши глазки. Дальше мы берем светлую кисточку. Не светлую, чистую кисточку. Еще раз проходим все это, растушевываем наш с вами рисунок. Чтобы у нас нигде не было каких-то сильных переходов. Как я вам говорила, для растушевки нам нужна чистая кисточка. Теперь мы можем самое время нанести тот хайлайтер, который у нас есть в палетке. В данном случае это вот этот вот розовый в палетке, но конкретно сейчас я не буду использовать розовый, я буду использовать вот такой вот от марки Becca. Это также Shimmering Skin Perfector, но это в виде прессованной пудры. И он вот такой вот золотой. Так как у нас с вами макияж золотой в данном случае, то я думаю, что и хайлайтер нам в данном случае тоже нужен золотой. Мы подчеркиваем уголок, высветляем и наносим данный хайлайтер также под бровку, чтобы ее визуально приподнять. Вот этот вот розовый я нанесу немножечко вот сюда вот в уголочек на верхнее веко немножечко чтобы его высветлить. И дальше можно, я думаю, что даже с помощью пальчика будет удобнее. Я наношу вот этот вот глиттер, который у нас в нашей палетке в серединке находится на вот прям вот на серединку верхнего века, чтобы оно у нас блестело. И то же самое делаю со вторым глазиком. Видите? Очень красиво получается. Если говорить про глазки, то нам осталось черным каялом нарисовать стрелочку, подчеркнуть наши глазки и накрасить реснички. В данном случае в качестве кардаша я буду использовать вот такой вот черный каял от марки Burberry. А в качестве туши для ресниц свою последнюю находку это Full Fat Lashes также от марки Charlotte Tilbury совершенно потрясающая тушь, в которую я, честно говоря, по-настоящему влюбилась. Итак, моя стрелочка готова. Я сначала провела тоненькую стрелочку по линии роста ресниц вот таким вот каялом от марки Burberry и потом продублировала ее вот таким вот карандашиком от Make Up For Ever. Это Aqua Eye в оттенке 10L. Это вот такой вот очень красивый, тоже золотистый для того, чтобы подчеркнуть золотинку на наших глазках. И потом я очень активно прокрасила реснички вот этой вот тушью Full Fat Lashes. Тушь совершенно потрясающая. Тушь, которая очень классно разделяет реснички, подкручивает, добавляет им объем, совершенно их при этом не склеивая, не утяжеляя. Она очень-очень быстро сухнет. И что самое ценное, ваши реснички являются абсолютно мягкими и эластичными. То есть они не становятся такими вот твердыми прутиками с высохшей тушью, ломкими, а правда очень-очень приятно их трогать даже в накрашенном состоянии, что по моему опыту является большой редкостью даже для очень-очень хороших тушей для ресниц. Итак, сейчас мы уже глаза сделали. Честно говоря, лицо выглядит достаточно бледно, потому что у нас с вами нет бровей. Итак, приступаем к бровям. Брови, как вы знаете, на данный момент у меня три любимых продукта, которые я комбинирую для того, чтобы рисовать брови. Это вот такой вот карандашик от марки Anastasia's Beverly Hills Brow Wiz, это Precisely My Brow Pencil от марки Benefit, и это вот такой вот гель для бровей, также от марки Benefit. Итак, бровки у нас с вами тоже готовы. Как вы видите, лицо практически оформлено. Сейчас мы переходим на пудровые текстуры. Нам, в принципе, осталось закрепить, припудрить наш консилер под глазками аккуратно, припудрить зону лба, которую в моем случае припудривать обязательно, иначе она начнет предательски блестеть. Мы стараемся не залезать на зону румян и на зону кремового хайлайтера. Припудриваем шею. Все зоны, где у нас мы работали консилером, все зоны, которые у нас могут блестеть, а нам совсем не нужно, чтобы они блестели, вот именно их мы с вами достаточно тщательно проходим пудровыми. Пудры в данном случае это мелкая дисперсная пудра от марки Makeup Forever HD High Definition. Powder моя любимая. Это дорожный вариант, у меня еще есть большая полноразмерная. Теперь мы можем взять вот такую вот кисточку от марки Smashbox и палетку Contour Palette от марки Smashbox. Очень универсальная палетка, честно говоря, одна из моих любимых, и аккуратненько сделать небольшую коррекцию. чуть-чуть подчеркнуть скулы, увести чуть-чуть наверх, подчеркнуть линию подбородка и сузить носик немножечко. Ну, как таковых проблем конкретно у меня с носиком нету, но я все равно обычно эту зону тоже прохожу. Следите внимательно, все линии должны быть очень-очень четко растушеваны, и можно чуть-чуть пройтись более широкими движениями. это уже будет вот этот вот центральный оттенок в палетке, бронзатор, для того, чтобы смягчить коррекцию и придать нашему с вами личику более такой здоровый вид. Дальше настало время хайлайтера. Хайлайтер я сегодня продублирую кремовый пудровым. Это у нас вот такая вот палетка хайлайтеров от марки Hourglass. Выглядит она внутри вот так вот. Очень красивые три оттенка, и для нанесения хайлайтера я буду использовать вот такую вот мою новинку. Это совершенно потрясающе, очень красивая кисточка от марки ZUIVA. И буду я, наверное, использовать вот этот вот оттеночек. Он тепленький. Я его наношу, нет, наверное, серединку все-таки, на скулы дублирую. Дублирую подбровное пространство, куда я уже наносила хайлайтер от Бекки. Дублирую галочку. Чуть-чуть, он все-таки у нас идет в холод, а нам мне хочется тепла. Сейчас мы его немножечко смягчем. Спинку носика, галочку. И, в принципе, на мой вкус нам осталось сделать только губы. Как правило, когда я достаточно активно делаю глаза, сегодня у меня достаточно активные глаза, я предпочитаю достаточно нейтральные нюдовые губы. И сегодня, для того, чтобы сделать свои губы, я буду использовать еще два великолепных продукта из набора Beauty Eye Concept от марки Charlotte Tilbury. Это абсолютно бестселлер. Марки Charlotte Tilbury это вот такой вот нюдовый карандаш для губ в оттенке Pillow Talk. И это вот такая вот малышка. Вот только посмотрите, какая она хорошенькая. Вот такая вот чудесная мини-помадка также от Charlotte Tilbury в оттенке Penelope Pink. Смотрите, какая красота. Невероятная. Не влюбиться я просто в нее не могла. С помощью вот этого вот карандаша от марки Charlotte Tilbury Pillow Talk я очень-очень аккуратно подчеркиваю контур собственных губок. Начинаю с уголков и продвигаюсь к серединке. Вот здесь вот где поверхность плоская вы можете чуть-чуть зайти за линией ваших естественных губ и немножечко обращаю ваше внимание что именно немножечко ваши губки увеличить. Но наша с вами задача чтобы все наши хитрости выглядели очень-очень натурально. И дальше я беру вот эту вот малышку чудесную помаду и крашу губки. Все текстуры в марке Charlotte Tilbury совершенно потрясающие, безумно комфортные и очень-очень классно носица. Я признаться честно достаточно редко пользуюсь специальной кисточкой для нанесения помад. Как правило я наношу помадки вот так вот из тюбика. На самом деле все, наш макияж готов. Он такой с одной стороны достаточно натуральный и естественный, с другой стороны он все-таки праздничный, у нас с вами блестящие глаза, у нас с вами очень красивая светящаяся кожа, у нас контуринг. Если вы хотите быть прям совсем такой роковой красавицей, вы опять же можете наклеить либо пучки, либо наклеить реснички искусственные, тогда ваш взгляд будет еще более выразительным, глазки еще более открытыми. В финале я еще раз проверяю, чтобы все зоны моего лица, которые нужно припудрить, были припудрены достаточно активно, потому что конкретно у меня с этим есть проблемы. И дальше, для того, чтобы наш с вами макияж продержался действительно всю ночь и даже с утра, даже встретив рассвет, вы остались такой же прекрасной красавицей, я буду использовать вот такой вот All Nighter от марки Urban Decay. Это специальное средство, которое пролонгирует наш макияж и делает его более стойким. Я вот так достаточно активно распыляю на расстоянии 30-40 см закрытыми глазками, жду пока данные мелкие частички этого специального фиксирующего средства останутся на моем личике и зафиксируют всю эту красоту, которую мы с вами нарисовали. Последние несколько штрихов, приводим волосы в порядок, одеваем что-нибудь праздничное и готовимся встречать Новый год. Спасибо большое, что все это время оставались со мной, я очень надеюсь, что данная информация была для вас полезна, я вам постаралась максимально подробно рассказать о всех своих новинках декоративной косметики, которые у меня в последнее время появились. Спасибо огромное, что весь этот год вы оставались со мной, что вы регулярно смотрели все новинки моих видео, что вы подписывались на мой канал, ставили лайки, вдохновляли меня на новые видео. Все, что я делаю, я действительно совершенно искренне делаю для вас, я очень рада, что нас с вами становится все больше и больше, с наступающими вас праздниками, проведите, пожалуйста, максимально активно эти праздники, оторвитесь, отдохните, скажите, пожалуйста, всем родным и любимым, как вы их любите, подарите подарки, получите подарки и до встречи в новом году, пока-пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok